Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталя, и мы продолжаем играть в Wolf Quest Reversal Edition, продолжаем изучать обновленную карту Зачаренной реки, и прямо сейчас мы с тобой изучим обновленные подземелья на этой карте. Мы сейчас отправимся с тобой, мой друг, в шахту, наконец-то! Мы это сделаем, мы в прошлой серии переселились, рядышком с шахтой поселились в городе-призраке, а теперь мы в шахту отправимся, мой друг. В прошлый раз мы ходили в нее, там жутко, просто невыносимо темно, поэтому в прошлый раз мы не смогли ее изучить, как видишь, здесь невероятная темень, но на этот раз мы сможем это сделать, потому что, потому что есть у нас теперь фонарик. Да, теперь фонарь есть, теперь мы можем туда отправиться, мой друг. Давай мы его возьмем. Ой, смотри, как светит, ой, смотри, как светит наша прекрасная волчица, прекрасно светит. Ух ты, нифига себе. А его можно же забрать, да, это вот, типа, он предмет просто, то есть я могу в лагерь унести его с собой. О, мой друг, мы с этим фонарем сходим к фермеру! Да, точно, мы с этим фонарем пойдем к фермеру, будем светить ему по окнам ночью, точно! Ой, с фонарем-то гораздо круче. Так, тут какие-то развилки. Что там написано, мой друг? Мой друг, назад, назад, поверни назад, наверное, да? Ой! Ой-ой-ой, тут что-то осыпалось! Это не на меня случайно. Страшно, мой друг, какие-то летучие мыши пищат, свистят. Давай, мы, наверное, тут какой-то лабиринт, мой друг. Да, карта мне никак не поможет в его освоении. Мой друг, ты знаешь правила, как не заблудиться в лабиринте? Чтобы не заблудиться в лабиринте, нужно всегда держаться одной стороны, в смысле, поворачивать всегда в одну сторону. А, давай мы возьмем за правило поворачивать направо. Будем везде, на всех развилках, на всех ответвлениях поворачивать направо. Уже получено достижение! Шахтер! Мой друг, мы шахтеры! Хильду в мэры. Хульду, точнее. Хульду в мэры. Даже здесь, среди шахтеров, видишь, будущий мэр проводила свою агитацию. А здесь, смотри-ка, какие-то запасы собирали на ящиках с надписью взрывчатка. Собирали у нас запасы какие-то. Ой, смотри-ка! А кто-то здесь выживал, смотри! Кто-то пытался выживать в этой шахте. Да блин, волк, ты как-то камеру разом, как-то странно это, поворачиваешь. Смотри-ка, кто-то на стене вёл счёт дней. Выживал здесь, подъедал эти запасы. Вот его спальник книги читал здесь в полной тьме. Спал. Там кирка ещё. Кто-то здесь выживал, кто-то из города, вероятно, с веслом, кстати. Да блин, волк! Ты как-то странно камеру поворачиваешь. Хочу получше на весло вглянуть, а ты куда-то в землю её поворачиваешь. С веслом ещё почему-то. Какой-то, вероятно, не знаю, рыбак, наверное, не мог расстаться со своим любимым веслом, поэтому унёс его в пещеру. Здесь выживал. Так, я слышу, что кто-то воет. Ну, это вихруша воет. Так, я думал, тут лабиринт какой-то будет. А тут просто одно ответвление, наверное, и в эту сторону тоже какой-то тупиковый. О, нет, мой друг, в эту... Да блин, волк, перестань ты вниз камеру поворачивать. Кто-то сзади подкрадывается ко мне. Кто-то шуршит там сзади, я слышу. Меня пугают разработчики. Блин, вот ещё разработчики вы бы сделали нормальную камеру здесь. Здесь невероятно плохо. Был, постоянно кто-то ворочает. Так, какое-то сердечко на этой стене, если смогу... Если мудрук... Если сумею повернуть... Так, есть какая-то надпись внутри его. Анна, Анна плюс... Анна плюс... Чарли, по-моему, написано. Анна плюс Чарли. Возможно, какие-то влюблённая парочка здесь в пещерах прогуливалась. Или дети. Так, там тупик. Можем ещё куда-то пойти, слушай. Здесь тоже тупик. Ой, мне страшно становится, мой друг. Ты смотри, какие нагромождения костей. Судя по рогам, на этих черепах это какие-то буйволы. А откуда они здесь? Это же не бизоны, нет. Смотри, какие рога. Гигантские-то буйволы какие-то тут. Или, может, какие-то доисторические животные. Какие-то... Не знаю, скаменелые их останки. Очень странно. Нетипично для этих мест. Ну, хватит меня пугать шорохами всякими. А, и всё. Блин, я думал больше насладиться. Думал тут дольше гулять. У меня волк застрял в вагонетке. У меня волк провалился внутрь вагонетки. Сейчас его телепортируют куда-то. О, телепортировало в сторону. Тут опасно ещё, мой друг. Мы промахнулись. Ты, Дженни. А, то есть это, мы скучаем. Многозначное слово. Мы скучаем по тебе, Дженни. И лошадка какая-то пририсована ниже. А может и промахнулись они по Дженни. Так. Ну всё, мой друг. Все шахты. Я ожидал большего. Я ожидал тут какие-то невероятные лабиринты. Просто лабиринтища. А мы везде ходили. Ну да, сюда мы ходили. Кстати, почему-то в шахте шифтовать нельзя. В шахте почему-то нельзя шифтовать. Вот шифт никак не активируется. Хотя у меня есть стамина. Мало, но есть. Никак не шифтует волчица. Может потому что фонарь такой тяжёлый, что шифтовать не может. А до сих пор не... А что случилось с моей волчицей? А, вот здесь можно шифтовать. Короче, в шахтах ещё запрещено шифтовать зачем-то. Мой друг, а у нас есть классное привлечение. Фонарик, ты уже знаешь, ты уже слышал, что мы будем с ним делать. Осталось лишь дождаться ночи. Да, отправимся. Под цветом фонаря. А почему бы нет? Зачётная шахта, кстати, зачётная. Но единственное, её бы сделать побольше, её бы сделать поразветвлённее, её бы сделать подлиннее, пообширнее. А то как-то скучно, слишком маленькая. Так прикольно. Ещё камеру там надо исправить разработчикам, она вечная куда-то не туда смотрит, куда я хочу. Солнце садится за горы, мой друг. Солнце уходит за горизонт, а это означает, что мы... Ты смотри-ка, вертихвост! Ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, орёл. Орёл, орёл, орёл. Вертихвост, ты видел, фонарь взял. Эй, вы куда разбегаетесь, милоглазка? Да что вы делаете? Эй, а где над ней этот самый? Ну нифига себе, конец нашим детям, мой друг. Да я не знаю, какого крыть даже. Вот орёл заходит куда-то сюда на цель, на вертихвост, наверное. А что так много детей-то разбежалось? Уйди, орёл. Да блин, зайдите, дети, а. Не отдам ребёнка. Проваливай, чёртов, орёл. Да хватит бегать, дети. Они что-то все прям, все просто решили погибнуть. Так, есть стамины ещё держать вертихвосты. Да блин, волк, не активируй ты автобег свой. Я по чуть-чуть ребёнка пытаюсь догнать. Да хватит там чирикать, орёл, чёртов. Да пошёл ты нафиг! Да твою мать, ты представляешь? Что ты сквозь меня пролетел? Фу-фу-фу-фу! Ты видел мой друг? Он сквозь меня просто пролетел, орёл. Ну я, получается, защитил яснощёчку. Дурацкая яснощёчка! Плохая, яснощёчка. Плохая, очень плохая. Я вообще не знаю, они все разбежались, дети? Разработчики, наверное, поменяли. А раньше один волчонок убегал. Только один, там максимум два. Ты видел? Они все разбежались, все, просто все. Там один-два, по-моему, зашли, остальные Кот в поля побежали Фух, мой друг Опасненько было И вообще не знаю, каким чудом Дети все живы остались Ты видел, детишки играют с фонариком с этим Прикольно, то есть он как коллекционный предмет И еще и как игрушка для них А еще он игрушка для нас Вихруша, ты тоже орла испугался, бегаешь по полям Придурок, иди сюда Только как не надо, ты бегаешь за мной следом Что он делает? Что случилось со всеми? А, он, наверное, на охоту пошел Пошли на охоту, на ферму Ты мне нужен Ты будешь прикрывать меня от пуль Защищать своей храброй грудью От всех опасностей Ты иди сюда, дурень А он не хочет, ты понял? Он больше не хочет Он дважды ходил туда Он больше не хочет У него все бока болят От пуль фермера Фермер, наверное, с солью стреляет в него Убить не может Но мучает Нашего вихрушу Все, пошли По цветам фонаря Да господи, дети вышли из лога Да что за ерунда происходит тут? игра хватит не бесить хоть не троллить зайдите блин теперь этот в логове останется с ними до подкорбленные чего вам надо-то вихруша мимо логова пробежала не вышли наверно типа не знаю папку приветствовать это фонарь а он что не пахнет да он не пахнет представляешь а пахнет 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 но в список его этих коллекционных и не добавили до предметов нет списке он не добавлен и мы выполнили то есть он как такой неучтенный коллекционный предмет да можно его найти можно его притащить в логово и даже дети с ним играть будут как с игрушкой то есть он как раз таки коллекционным предметом является по факту и по своей сути но здесь списке его нет нет здесь списке от никакого фонаря мой друг у нас осталось к получению только два достижения мы здесь получили на сбор все и на вкладке lost river у нас осталось только два достижения одно из них скрытое то самое которое я хочу и пытаюсь на ферме добиться от фермера может быть кстати сейчас и добьемся и еще одно на переселение вот это вот на пять километров до этом многострадальное достижение которое которым я уже наверно всех замучила но меня замучила я вас всех замучил этим достижением ну и кстати мы его получим вероятно последним в этой игре на всех остальных вкладках у меня все достижения абсолютно все получено но то еще было получено и полугодом ранее все отправляемся на ферму мой друг два достижения нам осталось и мы соберем их все но в любом случае мы прикольно кладбище еще 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 более атмосферно получается страшно да так подсвечивать кладбище фнарём мы получим эти достижения мой друг и в любом случае взглянем на все события весь год будем троллить фермера терроризировать его и все ничего больше нам не останется это что такое что это за хрень мне страшно это что духи какие-то там вас что что происходит вообще с игрой это за то что я на кладбище посвятил там фонарем по надгробиям что ли вылезли духи какие-то что это такое ты-то видишь мой друг подожди-ка мне страшно подожди мне страшно туда идти но мы сходим слишком опасно смысле слишком опасно еще что не ночь да ладно ночь губа глубокая или уже утро наступает а еще не ночь еще 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 там смотри-ка на 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 западе да на западе немножко еще небо светлое ладно эти штуки не пропадут когда я лягу спать я буду спать и немножко подсматривать на них одним одним глазком нет смотри-ка не пропадают так но я думаю уже теперь точно ночь до ночь где мой фонарь может это типа фермер как какую-то фигню мне там разместил я не знаю это же на ферме у него получается да да а это как какие-то эти блин я думал мой друг я реально думал что это какие-то духи восстали какие-то там я не знаю привидения реально страшно блин было я понял это эти там стоит снизу воздуха нагнетается в такую эту трубу и вот она за счет этого поднимается и стоит качается блин да реально страшно до усера было я еще после того как сходил в шахту после того как там прошел через кладбище освещая надгробие фонарем а потом такая еще фигня мне блин реально стрёмно было прикольно то есть даже так да сейчас я разрыв найду в заборе ой смотри как с фонарем то удобно мой друг смотри как с фонарем то удобно искать дыры в заборе идем освещаем все прекрасно видно слушай я теперь буду постоянно на ферму только с фонарем ходить вот разрывчик нашли так ну что ж давай вихруша заходи там бегает вдоль забор ладно его телепортирует ко мне как дальше отбегу от него пошли посмотрим на это чудо чудо света то есть фермер предпринимает дальнейшие шаги чтобы нас запугать страшно страшно двигаться а вы напуганы и не хотите близко приближаться но при этом можно подожди-ка сначала волчица отвернула в сторону и подсказка высветилась я там до конца и к сожалению не успел прочесть ну суть была ясна что страшно и двигаться и приближаться к этому к этой фигне но со второй попытки все же приближается да нифига себе конечно страшно ты только посмотри на это вот так вот фермер нас пугает тут да реально стремно было я даже не хотел сюда идти поэтому тут какие-то призраки восстали прикольно а что же нас тут дальше то ждет а если тут такое уже происходит что же тут дальше то будет а давай коров найдем посмотрим собака тоже там с коровами или собака показала свою полную неэффективность прошлой ночью а ведь это было действительно так так опять она отворачивает сторону это уже типа другое но подсказка никакая не высветилась что это самое ей страшно со второй попытки можно и подойти так теперь ищем коровок или они в загоне у него дай-ка посмотрим может они в загоне у него просто прикольно вот фермер мастак что ты вихруша весело тебе да сейчас фермер будет стрелять тебе по попе солью будет тебе весело сейчас мы пошумим обязательно мой друг а да коровы в загоне смотри-ка то есть он одновременно и загнал коров и эти штуки разместил нифига себе да фермер просто фермер просто уже в ужасе от нас мы его затерроризировали теперь давай ему посветим фонарем по окнам то есть такая картинка фермера просто допекли уже еще прибежали ночью волки оборзевшие с фонарем свить이고 по окнам Ха-ха-ха, выходи, фермер Ой, блин, я угораю Мой друг Это просто ужас какой-то А, смотри, да, и собака бегает Собачка вон бегает Среди коровок Вон, 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 побежала То есть, да, у него все эти меры против нас накапливаются Давай еще ему добавим мер Эх, жалко, фонарь выключается, когда мы Его оставляем на земле Давай, воим Ха-ха-ха Фермер, ты так легко от нас не отделаешься, да? Ха-ха-ха-ха Пошли отсюда Ой, блин Вот угар, а Так, что же дальше будет интересно, мой друг Теперь нужно следующей ночью наведаться к нему Жалко, мы коровок не покусаем Теляток Ой Стреляют Вихруша Ха-ха-ха-ха Смотри-ка Нашел Нашел заправку Пошел сюда вверх, чтобы клеточкой подзахватить А то мы живем просто На границе с вражескими территориями Просто у вражеских территорий у нас вообще Территория Неподходящая для нормального взращивания волчата То нас сейчас замучают атаки волков Без конца Пошел немножко клеточкой захватить В одиночку О Смотри-ка Обувь Смотри-ка, клоунский башмак нашел здесь Здесь заправка такая Зайти в нее Зайти в нее нельзя Можешь здесь поесть, можешь здесь купить топливо Дорога 66 Трасса 66 Вот такая заправка здесь А еще какой-то пикапчик стоит Машинка Хм, забавно Рядом с дорогой здесь А я здесь бегал в прошлом году Или это добавили сейчас, или как я А, нет, подожди Нет, наверное, да Я, наверное, здесь не бегал Здесь Внутри этого ущелья Да, я сверху там бегал А здесь я не пробегал Вот еще Домик нашел Интересный В принципе Ну, довольно любопытный Там Башмак Отнесем башмак В логово Нашим волчаткам Они будут с ним Играться Вот уже два предмета С которыми они смогут играться С башмаком И с фонарем Ну, с фонарем И мы Неплохо поиграемся Смотрим Новые сны Или новые Или это мы видели Нет, такие мы сны Еще не видели, мой друг Спим Смотрим На них Спим еще Ждем Ночи Мой друг У нас немножко Ситуация по волчаткам Упущенная Не только по волчаткам И по нам самим А у нас Проблемы начинаются Проблемы начинаются С едой Проблемы с голодом Это из-за того, что На телят Сложно стало Охотиться уже на ферме И партнер там Не подъедал теленка Уже две ночи Потому что фермер Постоянно по нему стреляет Сейчас коровы были заперты Если на следующую ночь Вот сейчас мы отправимся на ферму Коровы снова будут заперты В загоне То есть мы на них Не поохотимся Так, я думаю Уже ночь Я думаю Уже более чем А, или еще не ночь Нет, еще, по-моему Светлое небо Так, у нас сейчас дети Уже начнут терять Господи, боже мой Еще волки напали У нас дети сейчас Жизнь начнут терять уже Скоро Давай вихруша А что вихруша? А, вихруши жизни нет Подожди Вихруша нам не поможет Придется самой отбиваться Ох ты, е-мое Еще сразу двое Уходят сразу в агрессию Так, 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 так Отцепись от меня Отцепись от меня Да нифига себе Э-э-э-э! Блин. Травмирован партнер, но он гоняет того волка, который... Блин, этот скоростной! Я не могу от него оторваться! Даже на шифте он меня догоняет! Вот этого волка надо пугать, он боится. Но второй слишком... Да, этот трусливый. Он даже не хочет меня кусать, боится меня укусить. Так, сейчас мы его напугаем. Есть. Блин, второй волк слишком храбрый, его партнер был, помощник. Дважды меня кусил. Блин, мне тоже травму какую-то нанесли. А, нет, это не мне. Травму лапы нашему партнеру, вихруши. 5% жизни. Но у него, скорее всего, ниже и не будет снижаться ниже 5%. Фермер ниже 6% ему не снижает жизнь своими выстрелами, а волки, наверное, ниже 5, я не знаю. Потому что у нас бессмертный мой друг, наш вихруша. А так бы его сейчас убили, да? Вообще без варианта. А вы его убили бы. Буквально за пару укусей, а он там долго с ними воевал, с вражескими волками. Да, да, ты молодец, ты умняшка. Молодец, не жертвуя жизни своей. Весь побитый, весь переломанный, весь весь пораненный. Бедняжка, без жизни. Отправляемся на ферму. Да, точно ночь. Звезды начали появляться. Не буду я фонарь брать, не буду я возвращаться, терять на это время. Мой друг, у нас сейчас дети начнут голодать. Нам нужно, это, нам не до приколов, нам нужно срочно на ферму прийти. Захотится на теленка, а может даже, не знаю, там, двух телят. Ну, короче, надо отъесться нам. При этом желательно до тех пор, пока мы не отъедимся с партнером. Надо бы партнера тоже откормить. До тех пор, пока мы не отъедимся, мы не будем провоцировать при этом фермера. Но это если повезет нам. Так, эти штуки остались красные. Воздушные. Воздушные человечки. Не знаю, я не знаю, как эта штука называется. Назовем ее Воздушные человечки. Эти воздушные штучки остались. Так. Но это еще не факт, мой друг. Это еще, подожди-ка. Это еще вообще совсем абсолютно никак не факт, что вообще мы сможем на ферму к нему зайти. У него же там все увеличиваются и увеличиваются меры безопасности. Это я назад чуть-чуть отступил для того, чтобы можно было сохраниться. Потому что кто знает, что нас теперь ждет на ферме в эту очередную ночь. Здесь на ферме у фермы нельзя сохраняться. Видишь, даже кнопки такой нет сохранить игру. Так. Нет ли там дополнительных мер безопасности на эту ночь? Спрятанных здесь в траве вдоль забора. Не знаю. Может быть, есть. найдем. Найдем. Столкнувшись с ними непосредственно. Так, пока ищем дыру. Ну, на ферму мы зашли пока что без проблем. Так, и коровок я вижу. Фух. Так. Одна беда уже с плеч, мой друг. Коровки не в загоне, а значит, мы сможем на них походиться. Ой, смотри, еще теленок с тех пор остался. О, да, вихруша, ешь ты его. Пока фермер по тебе стрелять не начал. Да ешь ты его быстрее, блин, не трать время. Наши дети там с голоду умирают. Еще не начали, но сейчас уже начнут. Так. Так, а сколько нас вихруша? Ну, ему целого теленка, да, теленка, наверное, мне. Хотя, в принципе, довольно сытные. Так, мой друг, давай попробуем сейчас не пугая собаку нас со стадом или где она. Пока я ее не вижу. Нужно найти собачку, наверное. Ну, слушай, я ее не вижу. Значит, наверное, вот эту теленку можно безопасно отвезти в сторону. А, все, вижу собаку. Вижу, она вот там. Правее. А внутри стада. Значит, давай-ка мы как-то близко к ней не подходить. Отведем, попробуем теленка в сторону, закусаем его, чтобы вихруш... Ты куда-то побежал, дурень ты, дурень твоя башка, блин. Побежал прямо к собаке. Стой здесь, блин. Дай я теленка выманю. Вот придурок, а! Ну, что ты делаешь? Ну, сейчас будет фермер по тебе стрелять, сейчас собака переполошит всех тут. Блин, его если домой отправить, приказать ему идти в логово, он не будет мне мешать здесь теленка кусать, но потом, чтобы его позвать опять ко мне подойти, нужно будет повыть двойным воем, тогда фермер проснется, что-то стрелять по нему, опять же смысла нет. Так, ну давай, теленок. Давай, давай, вот он я, давай, давай, забодай меня. Да не корова, блин, теленок! Подожди-ка, мой друг, у нас важная миссия, стелс, стелс-операция. Мы должны... Да, собака вот, вот рядом с тем теленком, которого мы первым хотели кусать. Блин, этого теленка мы уже без проблем. А, вот, 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 другой теленок. Вот. А все, собака на том краю стада. Все, я посматриваю за собакой, контролю ее. Ай, блин, все, начало уже это, лаять. Да, лает, все, она, все, все, сагрилась. Она далеко еще от нас, но уже сагрилась. Да твою ж мать, прям на рога прыгнула к корове, ты что, дура совсем? Иди ешь. Придурок, иди и жри. Сейчас фермер по тебе стрелять начнет. Иди ешь. Да он не будет есть. Надо корову отводить в сторону. Сейчас он меня прибьет коровы-то. Ну ты видел, сняла, блин? Твою мать, еще травма челюсти. Да уйди ты нахрен отсюда, блин. Стоишь, блин, тут бодаешься, брыкаешься. Твою мать же ж, а какого черта ты сюда приперлась? Мой друг, все против нас. Все пошло против нас. Ладно, Вихруша в любом случае будет жить, потому что он бессмертный. Нафиг его кормить. Хотя бы самим поесть. Блин, у меня травма челюсти, теперь она ест настолько медленно. Будем до утра есть этого теленка. А, в принципе, куда нам спешить, мой друг, уже? Уже нам некуда спешить, главное, чтобы корова меня не убила. Я-то не бессмертен, в отличие от Вихруши. Так, ладно, я покормлю детей. Ну, давай, вот рядом же стоишь, давай ешь. Ну, ешь, Вихрушенька, ну, давай. Ну, давай, мой хороший, давай покушай, а. Не до еды ему. Фермер по нему стреляет солью опять. Так, дети все покраснели, сейчас начнет отниматься жизнь. Так, я не смогу даже кусок... А, вот, ест, посмотри-ка. Ой, кушай, 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 Вихрушенька. Смотри, ест, уже пофиг, он забил уже, он только, смотри, задней лапой дергает, потому что фермер его, смотри, задней лапкой дергает от каждого выстрела, новый запас, принимая соли. Но при этом поел, не до конца, конечно, но может еще и до конца поест. Давай, уже доедай его, чтобы не валялся. Все, он уже с безразличным абсолютно видом, уже, он уж привык к мукам, он привык к этому, что каждую ночь у него пытка начинается. Да, смотри, как дергает прикольно головой от попаданий фермера по нему. Ой, мой друг, какие ужасы. Все, он смирился со своей судьбой каждую ночь страдать. Все, мой друг, отправляемся обратно. Все, отлично. Одним теленком обошлись, наелись на максимум до 125 оба. Теперь сможем откормить наших детей. Ставь лайк, мой друг, если понравилась данная серия. Ставь дизлайк, если тебе что-то не понравилось. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию и узнать, что еще фермер нам здесь преподнесет, какие сюрпризы. Кстати, а что он этой ночью тут усилил? А вроде как ничего не усилил. Просто стадо коров выпустил, все то же самое, эти штучки красные, собачка, а нового, нового там ничего не было. Может быть, я что-то не заметил. В следующей серии узнаем, что он там еще добавит. Спасибо за просмотр, мой друг. Пока! Пока!